В Омском велотреке прошел 20-й всероссийский турнир по бадминтону в памяти заслуженного тренера страны Владимира Суворкина. Коллеги и воспитанники известного наставника с теплотой вспоминают его работу и профессионализм. Под его руководством команда Омской области в 1988 году, если точно не помню, выиграл Кубок Европейских чемпионов на базе команды СК-179. Наверное, человек 12, просто сейчас уже давно это было, но человек 12 мастеров спорта, причем Владимир Кузьмич сам был тренером по настольному теннису, загорелся бадминтоном. И вот, скажем тогда, его фанатизм, его любовь к бадминтону привела к тому, что Омск одно время был главным центром бадминтона. Мы и столицу Омбия переезжали, и Питер, и даже не Новгород, где там, скажем, Мекка такая бадминтонная была. Медали турнира разыграли около 70 спортсменов из Омской, Новосибирской, Нижегородской, Челябинской, Саратовской, Свердловской, Тюменской областей, Приморского и Пермского краев, а также Республики Татарстана. Амичка Елизавета Пятина в бадминтоне уже 12 лет, имеет звание мастера спорта и на сегодняшний день занимает восьмую позицию в общероссийском рейтинге. Перед домашними соревнованиями она выступила на международных стартах, что придало ей уверенности и вывело в лидеры турнира. Я недавно приехала с двух турниров международных, на одном я заняла третье место в Израиле, после этого я две недели усердно тренировалась, готовилась к трём российским турнирам. Вот я приехала с Екатеринбурга, там я заняла второе место. На этом турнире у меня было в планах отыграться, что я сегодня и успешно выполнила. На мемориале Суворкина Елизавета выиграла в одиночном и парном разряде, обыграв последним вместе с Анастасией Шараповой соперниц из Приморского края со счётом 21-11-21-14. Играли в Новосибирске и практически весь состав, который был на прошлом турнире, переехал сюда, поэтому соперники были. Я соперников своих знала, можно сказать, и уже к ним готовилась к каждому. Среди мужчин на этих соревнованиях отличился нижегородец Роман Тимко, стоящий на пятом месте в общероссийском рейтинге. Спортсмен показал максимальный результат в личном и парном разряде, обыграв дуэти с Радомиром Анучиным, бадминтонистов из Татарстана. Игры прошли спокойно, на уверенности, без какого-то там мандража, что есть возможность проиграть. То есть, ну, я был уверен в результате, но так оно и вышло. Эти соревнования входят в тройку. Это Новосибирск, Омск, Екатеринбург. На них, получается, удобно ездить. И вот мы приехали с Новосибирска сюда. Уже такие уставшие, но, в принципе, результатом довольны. Омские спортсмены поднимались на пьедестал почета в каждом разряде. Среди отличившихся – Вадим Тесля, Марк Вальдер и Игорь Вдовин. По результатам этих соревнований бадминтонисты получили очки, необходимые для участия в Кубке России. Субтитры создавал DimaTorzok